Всем благодарю, что вы распили меня, не бросили петлю. Аминат Ахмедова мать-одиночка, воспитывает пятерых детей. После смерти мужа на нее легла вся ответственность за семью. Все это время они жили на семных квартирах. Купить собственное жилье не позволяли обстоятельства. У женщины был очень маленький доход. И вот главное ее желание наконец-то исполнилось. Я вообще чувствовала, когда сюда переселюсь, я ищу квартиры. Три ночи я не могла спать, не знала, что это мой дом. А есть у вас еще какая-то мечта? Наверняка до этого у вас было желание приобрести дом, главная ваша цель. А сейчас чего бы вы хотели? Мне больше ничего не надо. У меня свое богатство, вот мои пятерые детей и вот этот дом. Я больше ничего не хочу. Всевышний Аллах то, что я хотел, дал. Совсем недавно женщина перенесла микроинсульт. И несмотря на состояние здоровья, Аминат продолжает работать и заботиться о своих детях. Ну а ее старательность и усердие местные тут оценивают по достоинству. Этот случай отличается тем, что в первую очередь сама эта женщина проявила, в данном случае, может быть, некорректно говорить, но она проявила мужество о том, что смогла поднять пятерых детей, не отпустила руки и из-за того, что ее мужество мы увидели, тоже подключились, аль-хамду-ля, и молодежь, и джамаат этого села активно приняли участие. В данном случае мы видим пример того, что один человек, наверное, не смог бы помочь полностью этой семье. Но объединившись, кто сколько сможет, вот так понемножку, аль-хамду-ля, мы видим, что смогли для человека целый дом приобрести. И действительно, руку к этому доброму делу приложил не один человек, откликнулся весь Дагестан. Часть средств собрал фонд «Инсан», часть – молодежь села Султанянгий-Юрт, но и сама Аминат не осталась в стороне. Неустанно ее стремление увидел, благотворительный фонд «Инсан» призвал жителей данного населенного пункта совместно оказать посильную поддержку, помощь. За что хочется выразить огромную благодарность и признательность молодежи данного села, которые единодушно собрались вокруг этой акции и оказали очень большую поддержку и помощь. Кроме того, «Инсан» подарил семье стиральную машину и продукты питания. Благотворительная организация оказывала помощь Аминат и Райнея. Женщина является подопечной фонда. Мое личное мнение, что Джамат может восплатиться и работать, если он будет полностью и всецело слушать имамов, работать непосредственно с муфтиатом и проводить такие работы будет намного легче и быстрее, потому что вся наша религия ведет на то, чтобы помогать ближним, смотреть, кто есть рядом и работать вместе и быть как один кулак. Теперь большие проблемы большой семьи в прошлом, а это значит, признается Аминат, ей удастся уделить большее внимание детям. А за что ты любишь маму, расскажи? И сам молодежь, если они не поддерживают, работают. Потому что она есть. Патемат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Кизюртовский район.